МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Осторожно, вирус! В городе зафиксированы 4 случая заболевания свинным гриппом. Ограбление по-ноябрьски. Похитители ушли ни с чем. И доверяй, но поверяй. Коммунальщики советуют не забывать о сроках поверки индивидуальных приборов учета. В ноябрьске зафиксировано 4 случая заболевания свинным гриппом. В окружном центре по борьбе со СПИДом рассказали, что вирус выявлен у 2 беременных женщин и 2 детей. Отмечу, что за весь прошлый год был зарегистрирован всего 1 заболевший. Завтра на незапланированные каникулы уйдут ученики одного из классов 13 школы. Количество заболевших ОРВИ и гриппом превысило допустимый порог. В субботы по этой же причине учебный процесс приостановлен в 14 школе, а с пятницы на карантине и один из классов 1 гимназии. Здесь из 28 детей болеют 12. Но пока школьники сидят дома, в учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия. В кабинете 1-го Б-класса и в других кабинетах обязательно проходят дезинфекционные мероприятия для того, чтобы ситуация была под контролем. Кроме того, медицинский работник школы наблюдает и обучающихся, и педагогов, всех контактных лиц, которые были с данным классным коллективом в контакте. И в течение 7 дней такая работа проводится. Кроме того, обязательно режим проветривания помещений. И поэтому надеемся, что остальных детей мы все-таки сбережем. Сегодня около 8 часов утра на улице Холмогорска водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил женщину. ДТП произошло прямо на зебре. Пострадавшую доставили в центральную городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. А днем ранее на улице энтузиастов перевернулся автомобиль Киа Пиканта. Причиной аварии стал гололед. В салоне авто находились двое детей. Они были пристегнуты ремнями безопасности. И лишь благодаря этому, говорят госавтоинспекторы, никто не пострадал. И в тот же день, только уже на магистральной в районе поселка Су-80, дорогу не поделили «Шевроле-Нива» и «Хюндай-Гюц». Травмы получили водитель «Шевроле», ушиб позвоночника и тазобедренного сустава. Однако от госпитализации мужчина отказался. Пострадала в ДТП и опора линии электропередач. Во время удара Гюц отбросила на обочину. И машина просто снесла стоящий столб, который, упав, перегородил проезжую часть и создал небольшую пробку. Добавлю, только за прошедшую неделю в Ноябрьске произошло 9 ДТП. 8 человек пострадали, 1 погиб. Нападение на продуктовый ларек по Высоцкого было совершено в субботу. Около пяти часов вечера сюда ворвалась группа людей в масках. Угрожая предметам, похожим на оружие, нападавшие потребовали продавца опустошить кассу. Однако женщина не растерялась и смогла оказать сопротивление и вызвать наряд полиции. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Отдел МВД России по городу Ноябрьску просит жителей города, имеющих какую-либо информацию по факту разбойного нападения, сообщить по телефону 02-318-042, либо на телефон доверия 318-222. Конфиденциальность гарантируется. А на 15-м километре автомобильной дороги Ноябрьск-Вангопуровский при транспортировке вагонов погиб мужчина, 1966 года рождения. Это был машинист крана-трубоукладчика. Происшествие случилось во время выполнения работ. По неизвестной пока причине погибший оказался между краном и вагоном, отчего и получил травмы, несовместимые с жизнью. Губернатор Ямала внес предложение от региона в законопроект об арктической зоне России. В частности, дополнения коснулись полномочий округа по созданию научных и образовательных центров по изучению Арктики, а также обеспечению защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов. Кроме того, Дмитрий Кобылкин предложил учесть в проекте закона предоставления коренным северянам долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира и расширить перечень налогов за пользование природными ресурсами, которые будут зачисляться в местные бюджеты. «Разработка законопроекта для обеспечения нормативно-правового регулирования правоотношений в арктической зоне Российской Федерации является своевременной и необходимой. Важно, чтобы в итоговом документе была учтена особая проблематика регионов, в которых мы живем. Для Ямала это прежде всего защита интересов коренных жителей, сохранения и восстановления экологии, биоресурсов, комплексная безопасность территории», подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Нередко ноябрьские собственники с удивлением замечают, что показания их приборов, которые они аккуратно сдают в единый расчетный центр, проигнорированы, и счета за воду и электричество приходят совсем другие. Мы выяснили, что главная причина всего – истекший срок поверки счетчиков, а люди просто про это забыли. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Оказывается, счетчики воды к тому моменту, когда заканчивается срок поверки, могут насчитывать меньше литров, чем хозяин использовал на самом деле. Но могут и наоборот. В этой квартире прибор по отчету горячей воды на каждые 10 литров сверху накидывал лишние 300 граммов. Холодную же помогал экономить. В одном случае они показывают в пользу потребителя, в другом случае в пользу энергоснабжающей организации. Но это недопустимо. Однако узнать самостоятельно, в чью пользу считает прибор, если, конечно, к ним не привинчен магнит, не получится. С этой задачей справятся лишь сотрудники ноябрьского отдела метрологии. Это единственная организация в городе, которая занимается поверкой счетчиков и имеет для этого соответствующее оборудование. Электрические счетчики надо нести к ним в офис. А вот счетчики воды проверяются исключительно в квартирах владельцев. Наши специалисты выезжают в квартиру, проводят измерения и на следующий день человек может получить результат поверки. Положительный или отрицательный. Правда, цена этого удовольствия заставляет задуматься, а необходимы ли такие услуги. Поверить прибор собственнику обойдется в 1400 рублей. При том, что стоимость нового счетчика не превышает и 500. И заметьте, хорошо, если поверка показала, что прибор исправен, а если нет, раскошелиться придется дважды. И на поверку старого, и на покупку нового прибора. Неудивительно, что за год за поверкой прибора в службу метрологии обращается всего порядка 300 человек. А, к примеру, в этом магазинчике люди в неделю покупают десятки новых счетчиков. Вот горячая вода через 4 года, на холодную воду через 6 лет. То есть, если вы поставите вот этот счетчик, только через 4 года будете на горячей и на холодной. Все. Заметьте, информация о том, сколько служит прибор учета ресурсов, одна из ключевых. Причем важно знать не дату изготовления счетчика и не день, когда он заработал в квартире, а именно срок поверки. Первая поверка всегда проходит на заводе изготовителя. Это указано в паспорте прибора, и там же обозначен срок следующий. Специалисты предупреждают, что коммунальными службами принимаются в расчет только даты поверки. К примеру, если на безошибочную работу водосчетчика отведено, допустим, 3 года, и он все это время просто пролежал на полке, то через 3 года его показания не примет ни одна управляющая компания. Как только истекает срок поверки, он считается непригодным коммерческому учету, и расчет платы за коммунальную услугу потребителя уже производится, исходя из среднемесячного потребления ресурса, рассчитанного, исходя из показаний прибора учета за последний год. Если счетчик работал меньше, чем год, то по фактической сроку работы, но не менее трех месяцев это должно быть. До даты, когда будет проведена поверка, либо заменено, но не более трех расчетных периодов. А дальше по нормативу? К слову, следить за датами поверки счетчиков – обязанность жильцов. А управляющие компании, которые тоже располагают этой информацией, предупреждать об истечении срока службы приборов никого не обязаны. Их задача – правильно вести расчеты. Хотя, если вы забыли дату поверки или документы на счетчик не сохранили, то тайну из этого коммунальщики делать не будут. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. К слову, с тех пор, как в домах активно начали устанавливать общедомовые приборы учета тепла и воды, многие собственники задумались над тем, насколько теперь необходимы внутриквартирные счетчики. Специалисты уверяют, что нужны, хотя бы потому, что наличие счетчиков требует закон. Для сведения, в Ноябрьске индивидуальными приборами учета оборудованы до 80% квартир в капитальных домах и примерно 35% из числа деревяшек. Активных пенсионеров надо срочно обучить управлению жилищно-коммунальным хозяйством. Тогда оно будет в надежных руках, считает председатель комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты России Светлана Разворотнева. Сейчас их, как правило, обучают в специальных университетах, компьютерной грамотности и другим дисциплинам. Но если бы эти занятия заменили на курсы по управлению ЖКХ, была бы огромная польза, поскольку люди пенсионного возраста часто сохраняют большую жизненную активность, а проблемы коммунального хозяйства и ценообразования в нем еще и сфера их повышенного интереса. Об этом пишет российская газета. Таким образом, пенсионеры бы реально могли стать передовиками общественного контроля в ЖКХ. Сейчас же контроль в этой сфере практически отсутствует, жильцы пассивны. И это одна из основных проблем, уверена председатель комиссии. Еще ярче с системами оповещения и обратного отчета времени. На перекрестке улиц Мира и Ленина подключают новые светофоры. Напомню, установили их здесь еще две недели назад, но запустить не могли из-за морозов. И вот сегодня работа на перекрестке кипела. В то время, пока дорожники демонтировали старые светофоры и устанавливали новые, движение регулировал госавтоинспектор. Кстати, на Мира и Ленина заменят все светофоры. Их 16. Специалисты ДРСО обещают все работы на перекрестке завершить уже завтра. Далее в выпуске блок спортивных новостей. В Ноябрьске прошли традиционные массовые старты лыжня России, которые проводятся в нашей стране с 1982 года. Вот уже третий год подряд проведения этого ответственного мероприятия на Ямале доверяют Ноябрьску. Отличные трассы и великолепная организация позволили установить очередной рекорд. Если два года назад на лыжню пришли всего 800 человек, то нынче эта цифра выросла почти втрое, что создало организаторам дополнительные трудности. Сейчас уже заявлено больше двух тысяч человек. Сами видите, сегодня у нас аншлаг. День лыжника настоящий. Люди любят лыжи, поэтому не хватает у нас ни номеров, ни шапочек, ни лыж. Всем здоровья, всем удачи, всем участникам. И спасибо всем, кто сегодня пришел. Красочные открытия звучат на путственные речи. И на 500 метров уходят самые юные участники 2003 года рождения и младше. Нешуточная борьба ведется за любое место, а мамы отчаянно болеют за своих детей и поддерживают их на финише, чтобы не упали. Победители же не скрывают эмоций. Хорошо бежала, но чуть-чуть трудновато. Почему? Потому что все начинают обгонять, ты обгоняешь резкие движения. Ну ты довольна результатом? Да. Далее километровую дистанцию преодолевают участники VIP забега. И здесь определяется новый чемпион. Трасса обычная, для меня привычная. Тяжелая сегодня, потому что снег перемороженный, и лыжи не очень быстро скользили. Вы ли уверены в своей победе? Нет, я не знал, кто будет, кто еще будет в VIP забеге. Но обычно я проигрывался всегда. Ну а самый массовый забег на 5 километров для всех желающих поразил воображение своими масштабами. По подсчетам специалистов, всего в стране в этот день на лыжню Россию вышло более полутора миллионов человек. Ноябрьск, конечно, не вошел в число регионов-лидеров, которые выставили на трассу наибольшее количество лыжников. Но по заряду эмоциональной бодрости, и уж тем более по числу улыбок, наш город в этот день другим не уступил. В выходные в Ноябрьске состоялась церемония открытия спартакиады среди структурных подразделений «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». Спортивные баталии начались еще в январе. Тогда лучших выявляли на баскетбольной площадке, а торжественную часть перенесли на начало февраля. Всех гостей с официальным открытием спортивного праздника поздравил генеральный директор «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегаза Павел Крюков. Он отметил, что в спартакиаде принимают участие более половины всех сотрудников предприятия, и это отрадно. Эти соревнования у нас являются как бы отборочными ко второму этапу спартакиада «Газпромнефть», которые пройдут по зимним видам спорта в городе Омске, а летняя спартакиада «Газпромнефть» пройдет в городе Томске. 13 команд, более 1000 участников и 11 видов спорта. Борьба за лидерство в общем зачете обещает быть жаркой. В качестве легкой разминки – дартс. Дальше по графику – плавание. Здесь нужна не только выносливость, но и нечеловеческая воля к победе. 25 метров для женщин, 50 для мужчин, плюс командная эстафета. Вот эти 50 метров – самый сложный момент, потому что это тяжеловато туда и обратно, с большой скоростью вернуться. А затем эстафета, я думаю, более легче дастся. Завершающим видом в этот день стал гиревой спорт. Сюда заявились самые сильные. Вес одного снаряда – 24 килограмма. Чем больше раз его поднимешь, тем лучше. Для одних предел 5-6, для других – и за 50 не проблема. Впрочем, у тех, кто пока на последних позициях, еще предостаточно шансов исправить положение. Впереди еще семь туров. Волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, легкоатлетический кросс и пылевая стрельба. Ну а победители четырех прошедших видов получили заслуженные призы, как в командном, так и в личном зачетах. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский, Виталий Харченко и Григорий Куроптев. Новости нашего города. Ну и последнее. На Ямале стартовал конкурс красоты для девушек из числа коренных малоочисленных народов Севера. Возраст участниц от 15 до 25 лет. Конкурсантки должны не только обладать красивой внешностью, но и знать родной язык, культуру и историю края. Места распределятся по трем номинациям. Мисс Полярная звезда, мисс Полярное сияние и мисс Полярная надежда. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Подробности по телефону 346-64, код окружной столицы 349-22. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 12 февраля в Салехарде снег. Ветер юго-западный, температура 15 градусов ниже нуля. У Муравленка переменная облачность. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура минус 17 градусов. В Ноябрьске без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура 18 градусов мороза.